Квадратный человек Квадратный человек Квадратный человек Чувствуете, о чём я говорю? Это чувство собственного достоинства в невежестве. Это демонизм. Вот то, что говорят, что такие демоны. Демоны — это сильные личности, это не слабые личности. Они сильные, но их сила идёт не туда, куда надо. То есть они разрушают свои силы, всё вокруг. И считают, что так именно надо жить. Это круто. Если кто-то пытается им перечить, они уничтожают этого человека. Как себя вести с этими людьми? Надо от них держаться просто подальше. На земле всем места хватит жить. Если, допустим, в фирме такого человека работает, ну, найдите другую работу. Зачем с ним рядом? Если вы живёте с таким человеком, ну, держите чуть подальше, молитесь, чтобы Бог его наказал, и он раскаялся. С помощью вашей молитвы быстрее этот человек попадёт под наказание Бога. Без наказания Бога эти люди не могут понять истину. Они не могут раскаяться. Нет возможности внутренней просто. Им нужно наказание. Это единственное, что это может спасти. Таких людей. То есть есть искренние злы дни. Искренние злы дни. Это демон. Запомнили? Это невежество. Чувство собственного достоинства находится в невежестве. То есть человек сильную позицию занимает, но у него очень сильно корыстная позиция в сердце. Иногда людям кажется, ну, это и есть самый крутой вариант жить. Вот здесь это значит, что вы попали под влияние этих людей. У вас нет знания, в чём крутость заключается. Если вы увидели такого человека и думаете, ну, блин, ну классно, вот он, у него всё классно получалось, он хорошо устроился. Вы видите очень временно всё. Изучайте жизнь на более длительном промежутке. Кто классно устроился? Гитлер классно устроился? Кто классно устроился? Все эти люди, которые так себя ведут, они получают очень плохой результат. Если посмотреть на жизнь Гитлера, допустим, можно видеть, что он до сих пор живёт в аду. До сих пор. Хотя все страны уже вышли, кому там надо было посидеть. Понимаете, там время по-другому течёт. У нас проходит год, там сто лет проходит. Понимаете, то есть вечно, это вечность получается уже с точки зрения вот этих годов после войны. Вечность уже, понимаете? Страшно. Поэтому как бы надо смотреть на более длительном промежутке времени, какой будет результат. Что смотреть там в тот момент, когда человек имеет возможности и силу. Приходит время, и все как бы крылышки обрезаются судьбой. Продолжение следует...